доброе утро мы уже позавтракали и уже убираем со стола варила яйца здесь у нас вы сами знаете сыр помозилковый игорь уже убрал морковку со сметаны с майонезом и сюда и хочу вам знаете что показать съели уже два лица но по еще время не прошло подожди смотрите яйца сварены свежие ну как бы как варить яйца все знают все умеют и ничего тут сложного нет но меня удивляет вот эти вот две вещи первое они не переварены по времени ну чтобы вот было это темное а второе меня смущает вот эти вот черные пятнышки они очень похожи на плесень но вот с этой стороны их нету они внутри и вот точно такая же ситуация вот с этим яйцом тоже вот эти вот пятнышки здесь а снаружи их нет вот кто знает что это такое мы когда-то держали курей и не один и не два и не три года довольно таки продолжительное время но я вот первый раз вижу такие вещи вообще на самом деле например вот коричневая бывает такое это когда переваришь яйца ну вот они уже прям переваренные и почти уже жареные ну вот таких черных пятен я в жизни ни разу не видела так здрасте друзья значит подготовка к сашиным всем этим вылазкам выездом у нас полным ходом винтовка почищена вчера я показал саша как ее чистить полностью как пользоваться шомполом собственно маслом и сегодня я сходил у нас кабинете я взял очки защитные и пульки которыми она будет еще стира осталась фасовка на 10 пулек вот такими мы создавали пакетиками значит так что у нас тут еще тут еще пульки а тут еще с фасовки ну и вот тут немножко осталось у нас этих пулек соответственно она будет их брать и стрелять а еще она мне совсем недавно сообщила что в субботу мне надо будет поехать в тир ну то есть она договорилась преподавателем что в школе в тир меня запустят с винтовкой чтобы я пристрелял и ну то есть максимальную точность на ней выставил и после этого они уже спокойненько будут тренироваться с этой винтовкой сашу я проинструктировал что после каждых стрельб то есть вот она постреляла день и вечером надо винтовку почистить чтобы она всегда стреляла одинаково ну это уже из опыта тира в принципе мы уже знаем что со временем там остается свинцовый след в дуле и из-за этого пуля уже летит не потом немного траектории плохо закручивается в общем уже не точная стрельба получается вот а если винтовку чистить каждый день то она будет всегда точно стрелять всегда в цель вот такое было включение игорь уже уехал за сашей но как он уехал за саши они сейчас поехали в школу пристреливать оружие поскольку игорь в этом деле давным-давно и все хорошо знает понимает как вам известно саша едет в пытья у них там слет а соревнования по всей этой военной тематической подготовки поэтому получилось так что у саша пойдет со своим оружием со своей винтовкой я не знаю будет ли она брать вот этот автомат на котором она тренируется собирать разбирать его на время и на скорость но винтовку из которой она будет стрелять она берет свою я здесь уже занялась приборкой уборкой небольшой у меня высохло белье сейчас я буду его складывать джей там джей там сзади на фоне меня лежит здесь я уже приготовила постельная которая нужно унести будет стирку постирать сегодня классная солнечная погода просто удивительно игорь и саша утром в школу отвозил говорит что на солнышке прям тепло и хорошо белье мне уже здесь хорошо просохла и когда я его развешиваю мокрым стараюсь развешивать так чтобы практически было подготовлено подглажку не было вот этих сминаний и изломов что очень неприятно сейчас разложу все это аккуратненько и у меня уже там новая стирка подготовилась сейчас она как раз там гостирует будет еще полоскание и уже свеженькая снова развешу стараюсь не копить конечно постельное белье но бывает особенно когда идет смена постельного гора бельевая быстро быстро нарастает прям моментом вроде бы только вот все перестираешь пустая корзина все сменил сменил постельное и куча белья снова так что последнее время я стараюсь все это делать быстро оперативно чтобы не накапливать ну вот например футболки я вот их так сушу так и складываю просто потом их удобнее будет гладить я не люблю гладить а саша вот например у нас очень любит гладить я не знаю откуда и как но саша но саша прям да еще сейчас уберу кровать вот это у нас постельная кстати говоря которая во вселенной текстиля заказывали помните я вам распаковку показывала не знаю по качеству мне нравится это сатин уже не одна стирка его было ведет себя абсолютно хорошо и без проблем простыня вот это икеевская икеевское белье мне тоже очень нравится но если не брать во внимание самые дешевые и самые самые низкие по цене здесь у нас гриша гриша у нас охраняет сашу всегда ну и поскольку саша сегодня собиралась очень быстро школу я и помогу и застилю ее постель это бывает крайне крайне редко обычно саша сама все это делает и и и и Кровать застелили, осталось посадить Сашины игрушки, она их обожает, вот Сашин мультяшный зверинец, ну а здесь постельное белье, которое мне нужно унести как раз таки в стирку, это Сашин утюжок, который надо тоже убрать, все понесли белье в стирочку, пусть лежит, здесь как раз достирается наша икеейская индира и вчерашнее наше белье постельное, которое белое, я закинула отдельно, как только все закончится, повешу и запущу новую стирку, штора у меня занавешана, солнце сейчас осенью стало ниже и лучи стали больше проникать в квартиру и дольше они у нас здесь получается, задерживается светит, прямые лучи, не очень удобно работать, особенно за компьютером, когда я сижу и делаю свою работу, мне это дело все прям слепит в глаза и в монитор. Хоть сегодня и суббота, я сейчас плотно занялась непосредственно конференция, которая снова намечается, мне уже прислали техническое задание, что нужно выполнить, как нужно выполнить и суббота у нас день рабочий. Доброе утро друзья, собственно суббота, раннее утро, ну как раннее 8 утра, я Сашку только что увез в школу, сейчас возвращаюсь домой, затем она мне ближе к окончанию занятия, она мне сообщит, я возьму винтовку, точнее винтовку я уже вон взял, взял мишени, взял пули и собственно поеду в школу к ней, мы будем пристреливать эту винтовку, то есть сделать ее точной. Вот я ее пристреляю и затем мы уже с ней поедем домой и она сможет тренироваться стрельбе из этой винтовки уже из пристреленной и возьмет ее с собой на эти свои зорницевые сборы. А я еду домой и сегодня потрясающая погода, действительно очень тепло, солнечно и даже как-то по летнему знаете приятно, сейчас я вам покажу. Смотрите, солнышко, машинки спокойненько едут, никто не спешит, впереди учебный автомобиль, включают поворотники, автобусы как всегда останавливаются где хотят и потом едут, люди на красный перебегают дорогу, в общем, жизнь в городе уже начинает закипать, прямо как пуканы некоторых товарищей. Вот, смотрите, классная погода, отличная вообще, прямо тепло, сейчас скажу температуру, температура правда не очень, 3,5 градуса, но блин, вообще на солнышке очень тепло, оно прямо даже перепекает. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и будьте всегда добры и вежливы. В общем, был дома, ну вот с утра, с моего последнего сообщения вам, был дома, принял души, побрился, ну как мне в люди выходить, как-никак. Вот, соответственно, сейчас уже готов к еду, Саша написала, что в 10.45 приезжай, я сейчас выехал и поехал к ней. Будем мы пристреливать винтовочку, не знаю, получится еще подключиться, вам что-то рассказать, если получится, то, конечно, подключиться. Здесь с парковочкой прям беда какая-то, все занято и вот не знаю, надо подождать, может кто-то уедет сейчас, урок закончится через 3 минуты, может кто-то уедет и тогда я уже займу место, потому что машину надолго буду ставить и вторым рядом как-то, ну не варик, короче, ну все занято вообще, а там уже дальше знак и тоже не вариант. Вот ждем. Даже на другой стороне, ну вот, там вот есть место вроде бы, но если сейчас не будет здесь ничего, то поеду, делаю кружок и запаркую на другой стороне. Далеко просто идти, обходить забор тут такой длинный. Жду сынька, сейчас она выйдет и будем что-то делать. А вы чё? А вы чё, блин? Почему нет? Проградовала. А вы чё? А вы чё, блин? Почему нет? Проградовала. Нет, конечно, ты же правша. Можешь. Вот эти точки, 3 штуки, которые ты соединяешь, им плевать, каким ты глазом смотришь. Главное, правильно сопоставить. Тебе не видно. Все, настрелялись, ребятам показал. Ну молодежь, чё скажешь-то? На самом деле объясняю, всё рассказываю, показываю. Потом смотрим, куда-то не туда пули летят. Начинаю выяснять, а я вот так целюсь, а я вот так целюсь. Вообще, совершенно не так, как объясняли. Ну где-то приближенно. Потом уже нарисовали, им всё показали, рассказали, но вроде зашло. Вроде уже поняли и стали делать так, как нужно. Ну я говорю, что воспитание и вот это обучение, это всё всегда так. С детьми всегда. Но было интересно, у меня небольшой опыт появился. Посмотрю, как Саша марширует. Хихоньки-хахоньки, всю дорогу. Смешно это всё, конечно, выглядит. В общем, попросили меня помочь ещё в понедельник. Я поеду пристреливать винтовку. Там ещё молодой человек один принесёт. Свою из дома. Вот, я её буду пристреливать. Сегодня мы уже настрелялись, соответственно. Винтовочка сейчас лежит в машине. Мы приедем домой. Саша там, ну как, освободится. Она её почистит. Приведёт её в порядок. Протянем её, потому что выяснили, что у неё есть проблемы. Там откручивается один болт. Ну мы его протянем. Всё, всё сделаем. В общем, приготовим винтовку к тому, чтобы можно было из неё регулярно заниматься. Не знаю, когда следующие стрельбы и как это всё будет. Посмотрим. В общем, ну вы-то об этом в любом случае узнаете. Оказывается, до начала всей этой соревновательной военной штуковины осталось две недели. И что там будет, я не представляю. Но я примерно посмотрел, что они будут делать. Там, ну, есть чем заниматься. Много всего. Поэтому только усердные, длительные тренировки могут дать результат. Я надеюсь, ребята потренируются, и всё будет у них хорошо. Жду Сашу, и мы едем домой. Саша учит страны мира. Страны мира. Ох, столицы страны. Ну, Саша и страны, и столицы страны. Она не страны учит, учит столицы. Ну, в общем, Саша столица изучает. У неё тут такой вот конспектик запоминательный. В общем, Саша изучает. Ну, а я грею кушать. Это вчерашний супчик, который я делала в мультиварке с рисом и со щавлем. Себе сейчас подогрею макарошки. И ещё одна Сашина порция уже супчика греется, стоит здесь в микроволновке. У нас прям вечер вечерний. Ужин у нас холодный. Видно я Сашу. Сашечка угостила шаурмой. Сама сидит там, точит, но я её не снимаю, потому что она тонирует волосы. Вот такая вот шаурма. Давайте с вами откроем. Папа у нас дома нет. Ушёл, бросил, покинул, оставил. Мы остались без отца. У нас неполная семья. Ух ты, они классно придумали пакетики. Одной рукой, слушайте, ну вообще вот очень сложно, конечно, больше шауршить, нежели выходит. Ну вот, короче, зажаристая грибная шаурма. Шаверма. Нам немного не хватило на куриную шаурму. Мы это самое заказали, чисто грибную, но здесь есть курица, нас походу пожарили. Ну вот, серьёзно, смотрите, справа это курица. Прям реально курица. Круто. Хотя, например, почилку у нас совсем не курица. У нас просто грибная. Да ладно, дорогие друзья, мы будем дальше ужинать, а вам приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok